Всем привет! С вами снова я, Аня, и это наш новый выпуск Молодежного квартала. Поздравляю всех с окончанием учебного года и с началом лета. Правда, это касается тех, для кого каникулы уже начались. Ну а тем, кто сдаёт экзамены, удачи и терпения. Ваше лето ещё впереди. Итак, в этом выпуске мы поговорим и об активной молодёжи, и о мероприятиях, которые для них проводились, и даже о блогерах-инфлюенсерах. Ну что, готовы? Тогда я начинаю. Мусоросвалки Сломанные контейнеры, плохая экологическая обстановка, различные заболевания у людей. Чтобы проинформировать граждан о последствиях неправильного сбора и вывоза мусора, волонтёры общественного объединения «Фидбэк» провели в районе Басарабяска ряд акций по установке информационных баннеров и раздаче флайеров. Первая акция прошла в районном центре. Я решила принять участие в этой акции, потому что лично для меня это очень важно. Как гражданина города Басарабяска я живу в этом городе, мои родители, моя бабушка и дедушка живут в этом городе. Соответственно, мне бы хотелось, чтобы население Басарабки было более информировано, информация, которую необходимо, я считаю, знать. Мы также вешали информационные баннеры на несакционированных свалках, для того, чтобы люди знали, что несакционированный мусор – это незаконно и неправильно. Каждый житель нашего города должен для себя понять, что очень важно ценить нашу экологию, ценить окружающую среду. Жители города, которым были вручены флайеры, говорили о том, что информация такого рода важна для населения. Правильно, надо информировать, чтобы был у нас порядок, чистота. Почему? Потому что некоторые люди считают, что нету над этим контроля, никакого, и они могут делать все, что хотят. Необходимо, они должны сами знать об этом. Сознания человека нет. А чем вам поможет этот флайер? Если я что-то могу не знать, мне это будет полезно. Ну да, потому что надо инструктировать людей, чтобы они знали, куда вывезти мусор. Ну, мне как, поможет? Другим объясню, дам читать. Вице-премар Басарабяцкий Валерий Кифарюк отметил, что в борьбе с незаконным выбросом мусора должны участвовать все. Самостоятельно местные власти с этой проблемой не справятся. Это участие гражданского сообщества, волонтеров в решении этих проблем, участие в вас, как телевидении, в популяризации решения данного вопроса. Ну, спасибо и тем ответственным гражданам, которые нам сигнализируют. Мы также пытаемся принять какие-то меры. Акции были проведены и в четырех селах района Басарабяска. И Ордановке, Карабетовке, Садоклее и Абаклее. Когда я был в городе, я был в городе номер 266. А, да, есть? Да, 266. Я был в городе, что я был в городе, что я был в городе. Это было хорошо. Это было хорошо. По мнению многих жителей сел, в образовании стихийных мусоросвалок виноваты сами люди. В ходе информационных акций, жители района также получили от волонтеров защитные маски и информационные буклеты о профилактике коронавируса. Вот в таких вот буклетиках находится информация о том, как можно себя защитить от COVID-19, какие меры нужно принять. А также мы информируем людей о правилах сбора, вывоза и хранения отходов. Это уже вот в других буклетах находится. Здесь содержится информация о экономических агентах или же о предприятиях, которые занимаются вывозом мусора в каждом из населенных пунктов нашего района. Также здесь находится информация о том, что будет, если вас, так скажем, застукают за тем, что вы выкидываете мусор в неположенном месте. Также здесь есть сроки разложения, например, стекла или деревянного дерева, картонных коробок и так далее. За время проведения акций волонтеры общественного объединения «Фидбэк» установили в пяти населенных пунктах района 15 информационных баннеров и раздали около 2000 флайеров. Ну и как вам инициатива, ребят? Думаю, такие акции нужно проводить чаще, потому что некоторые жители действительно не осведомлены о том, какой вред наносит мусор окружающей среде. В доказательство гражданский репортаж прямо с места событий реки Когыльник. Его подготовил мой коллега по редакции Никита Тарлев. Река – это источник воды для животных, место развлечения для детей, да и просто часть красивого пейзажа. Однако некоторые люди в корне с этим не согласны и приносят сюда свой мусор, чтобы изуродовать им близлежащую территорию и наполнить воду отходами. Пройдясь по территории прилегающей к реке Когыльник, я был удивлен количеством мусора, плавающего в воде, а также разбросанного на берегу. Вот такой ролик подготовил Никита с помощью обычного смартфона. Кстати, гражданских репортажей на экологическую тему в архиве нашей студии довольно много. Но привлекать внимание людей к важным или не особо важным проблемам можно и по-другому. Например, как блогеры, рассказывая о себе или высказывая свою точку зрения по разным вопросам. Однако будьте внимательны. Не все, что люди говорят в своих блогах, стоит брать на вооружение. Ведь не каждой информации стоит доверять. Тему продолжит Лиза Бабина. Профессия 21 века. Возможность зарабатывать миллионы на лайках и просмотрах. Метод влияния на людей. Новый формат подачи информации. Все это разное определение одного и того же понятия блогерства. Личный блог или влог – это канал, созданный в социальных сетях для распространения своего контента. Видео, фото, текста. Причем тематика, благо может быть, какой угодно – видеоигры, фитнес, путешествия, кулинария, бьюти-сфера и даже политика. Кто-то посредством соцсетей продвигает свои взгляды по различным вопросам и даже пытается навязать свое мнение другим. А кто-то развивает, учит чему-то полезным, предоставляет качественную информацию, либо просто поднимает настроение. Ведь положительные эмоции нам всем нужны. В мировом интернет-пространстве блогеров и влогеров не счесть. Но давайте поговорим сегодня о наших – молдавских. Ведь у нас есть примеры положительного влияния блогеров на аудиторию. YouTube-канал «Зургалабил» ведет travel-блогер Владимир Карманов. Основная идея канала – показать всю красоту и уникальность Молдовы, ее самобытность и туристическую привлекательность. Даже тем, кто живет в нашей стране всю жизнь, становится интересно посетить темы, которые легко и привлекательно описывают и показат Владимир. Молдова – это страна красивая, но немного это неизвестно. И вот почему мы показываем всем мире, но в первую очередь, нашим любимым местам, самые самые экстраординары. Вы, ащизайте-вы комод, и мы переходим в следующий пункт для нашей страны, с хорошим диспозиции и без пашапорта страны. Еще один блогер, за которым приятно следить – Дневник Валта. Юноша посредством роликов на Ютубе и в Инстаграме продвигает тему благотворительности и помощи тем, кто в ней нуждается. Такому примеру и подражать не стыдно. Дети уехали на экскурсию, вот мы приехали сейчас с коллегами, передадим подарочки для них, они придут порадоваться, я думаю. В ТикТоке тоже появились популярные блогеры, и не все они публикуют чисто развлекательный контент. Хотя и в этом ничего страшного нет. Например, Илинка Герца объясняет своим подписчикам как правильно составить CV и другие тонкости трудоустройства в Молдове. Думаю, многим это рано или поздно пригодится. Не всегда влияние блогера бывает полезным. Недавно в Молдавском и Российском интернет-сообществе стали популярны пранки, розыгрыши в развлекательных целях. Уроженец Тирасполя словил черный хайп, то есть получил популярность своим аморальным поведением. Его ролики о том, как он пугает прохожих, насмехается над ними, причем использует ненормативную лексику. Не думаю, что стоит подражать такому герою. Здравствуйте, я Саня и Ари Флейн. У нас акции, огромные скидки. Можете поучаствовать и выиграть у нас несколько... Еще один антипример увеличения своей аудитории любой ценой – публичное сжигание автомобиля. Не так давно подобный случай произошел в Камраде. Понятно, что это было сделано ради хайпа, но его обратная сторона – куча штрафов и сомнительная репутация. Кому это надо? Итак, давайте подумаем, стоит ли доверять тем, кто предоставляет нам некачественную информацию, толкает нас на странные либо откровенно глупые поступки, использует язык вражды, провоцируя в нас агрессию, навязывает свое мнение, не подкрепляя слова никакими разумными доводами. И, кстати, помните о том, что ставя лайки, комментируя, расшаривая эти публикации, подписываясь на подобных блогеров, вы помогаете им обрати эту самую популярность и заработать на ней. А с чем остаемся мы? Большой вопрос, на который каждый должен ответить сам. Надеюсь, то, что вы узнали о блогерах, окажется для вас полезным, и вы будете более избирательно поглощать информацию в интернете. Двигаемся дальше. И в продолжении передачи мы расскажем вам о событиях, которые произошли в нашем городе совсем недавно. Думаю, одним из самых радостных для многих из нас оказался последний звонок. Наша съемочная группа побывала на линейке в лицее Александр Пушкин. Давайте посмотрим, как выпускники отпраздновали последний день в своей школьной жизни. Субтитры подогнал «Симон» Окончание учебного года сегодня отпраздновали во всех лицех и гимназиях района Басарабяска. Несмотря на необходимость соблюдать меры защиты от коронавируса, линейку для учащихся 5-12 классов в лице Александр Пушкин решено было провести оффлайн. И первыми на праздник пригласили выпускников. Школьный двор и смех подружат Самый чистый, самый звонкий И бегут по теплым лужам Босоногие девчонки И уже других качают Наши школьные качели Школа, школа я скучаю Как мы быстро повзрослели Для тех, кто окончил 9-й или 12-й класс, этот день стал особенным Эмоции то, что последний раз я в школе Это переход во взрослую жизнь Какой-то шаг в моей жизни И грусти, и радости Такие эмоции Мне страшно уходить Надеюсь, в следующем году я вернусь Я рад, что закончился этот год Что я, так сказать, отбрел эту свободу Но, с другой стороны, мне грустно Потому что я понимаю, что я больше не вернусь за Не сяду за свою парту Не вернусь в школу Не буду с друзьями Не менее волнующим стал праздник последнего звонка И для классного руководителя 12-го класса Галины Кыржа Класс очень дружный Человечные они все Добросовестные Очень хорошие детки Выпускникам желаю Чтобы выбрали правильную дорогу в жизнь Чтобы оставались всегда людьми Где бы они ни были Кем бы они ни стали Про родную школу, чтобы не забыли К виновникам торжества и гостям праздника Обратилась директор лицея Олеся Бонарь Дорогие выпускники, ребята Уважаемые педагоги, родители Гости нашей линейки Поздравляю вас с окончанием учебного года Знаю, что этот год выдался нам Одним из трудных Но мы справились с этой трудностью Мы преодолели все эти преграды, проблемы Учащихся и педагогов лицея пришли поздравить с окончанием учебного года Представители районной администрации За успехи в учебе и спорте лучшие учащиеся лицея были отмечены дипломами Поздравляю вас, спасибо тебе В завершение линейки был озвучен список учащихся 9 и 12 классов Допущенных к экзаменам По словам кандидатов бакалавры, в своих знаниях они уверены Я думаю, достаточно готов, чтобы написать положительно Чтобы сдать и все будет хорошо Я считаю, что я полностью готов к экзаменам Я не провел 12 лет в школе просто так И я думаю, что я сдам на отлично Линейка завершилась громким звоном колокольчика Последним звонком в этом учебном году А после школы неплохо и развлечься Тем более, что наступило лето 1 июня актеры театра с улицы Рос приехали в Басарабяску Чтобы порадовать маленьких жителей города настоящим спектаклем Который называется «Немного странно, не ежик» Посмотрев его, можно сделать вывод Важно оставаться самим собой в любых обстоятельствах Малыши были в восторге от постановки Предлагаю и вам ненадолго перенестись в зрительный зал А ты с двумя лапками делал? Давай, заяц! Я знаю пять названий пушистых зверей Заяц раз, белка два, ежик три Зожиг! Пушистый! 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 Ну давай! Ну давай! Ну давай! Ну давай! Передай вам утреннюю гимнастику! Утренняя гимнастика! Ребята! Да! А давайте вместе с нами проведем бутинги гимнастику! Да! Вставайте! Попдоняйте за нами! Будьте внимательны! Слушаем! Печка! Печка, насучитесь! Раз-два-ди-ди-ди-ди! А димы-потом поем? Ой-потом поем! Печка, дима-потом поем! А еще попрыгаем, о-ой-пот-пот, Театр «Сульс Рос» первый раз приехал в Бессарабку. Я очень счастлив, что мы приехали именно с детской сказкой. Не с драматическим спектаклем, что в будущем, надеюсь, это произойдет, а именно с сказкой, потому что ведь дети – это самое важное. Я тоже был ребенком, я тоже здесь рос. Не горюй, ежик. Знаешь, земляничную поляну. Возьми родничка? Ага. Там стоит большой пень. Говорят, он волшебный. Большой пень, а я его видел. Этот спектакль про ребенка, да, если у нас главный герой зверь, ну, ежик, да, но это не имеет никакой важности, это ребенок. Ребенок, который под влиянием других детей пытается быть не собой. Это сейчас очень актуально. Часто дети, да, они когда идут в общество, как говорится, под дурным влиянием, они пытаются уйти от себя и быть, пародировать кого-то, кто круче, кто лучше. Лично я с этим колючкой больше не играю. И тебе, Белка, не советую. Почему? Да потому что он колючка. Я колючка. Ну и что? Белка, пойми, пушистый зверь должны держаться вместе. А-а-а, это игра, что ли, новая какая-то, да? Да. Э, не ходи за нами, понял? Вы за мной больше не играете? Пушистый зверь должны держаться подальше от колючек. Э, Белочка, пусть он не играет. Пусть я не играю. Только с пушистыми зверьми. А, я поняла, нужно побежать дальше. Вот так. Пойдем. Что тебе понравилось? Мне понравилось театр. А кто твой любимый персонаж? Зайчик. А почему? Потому что он красивый. И все? И он белый, и пушистый. А тебе что понравилось? Мне понравились джозик, зайчик, белка. Заяц. А почему? Потому что он пушистый и милый. Белочка и коев. А почему? Ну, у них была большая шубка. Мне понравилось все. Я не видел такой. Никогда не видел. Ой. Хочу, чтобы вместо колючек у меня росла мягкая пушистая шерстка. Ой, мам. Я такого благодарного зрителя давно не видел. Как каждый зритель благодарен по-своему. Благо у нас спектакли хорошие, любят нас всегда. Но вот здесь прямо я сам себя почувствовал ребенком. То есть я... Ну, прям слезы, прям слезы наворачивались. То есть как дети так голодно воспринимали этот спектакль. Это ручки, ломки, 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 ломки. В нашем городе дети и подростки увлекаются не только искусством, но и спортом. К примеру, многие серьезно занимаются шахматами. Давайте посмотрим, как умники и умницы разворачивают на шахматных досках целые баталии с участием коней, слонов и королев. В честь Дня города в Доме культуры проходил турнир по шахматам. В нем приняло участие 26 спортсменов. Приурочен давний турнир к нашему дню городу, Крам. Так что в этот день вы должны понимать, что это Николай Чудотворец. Он всегда творит чудо. Он защищает наш город от бед. Но мы все же надеемся на то, что закончится эта пандемия. И мы чаще будем встречаться на турнирах здесь, внутри нашего города. Будем приглашать и наших соседей, и гостей. Умники и умницы разных возрастов собрались, чтобы продемонстрировать свои интеллектуальные способности и одолеть соперников. Я сыграла с Витей Корбова и с Сережей Корневого. Ну, один раз проиграл, один раз выиграл. Сложно это, конечно, с Витей играть. Он раньше тоже ходил на шахматы, а я очень давно не играл в шахматы. Я играл с Вовой Руссой. Ну, я выиграл. Игра мне очень понравилась, хотя в некоторых моментах было очень трудно. Я сыграла, во-первых, с моим братом последний тур. Сыграла до этого тоже с одним другом. Потом, получается, идет тоже один мальчик и тоже мальчик. У меня пока мистерия очка. Проиграл только брату. Я играл четыре партии и все выиграю. Я думал и вкладывал все, что я мог. Тяжелее всего играть мне было с моей сестрой, потому что она не слабая. И, как обычно, я ей проиграю. Как проходит вообще шахматный пейс? Ну, спокойно. Спокойно, по-рабочему. Чувствуется, конечно, праздник. И я доволен. Каждый из участников хотел одержать победу. Дело для этого все возможное. Сделать свой новый уровень. Показать, на что я способен. Научиться лучше играть. Себя испытать. Мне важно сегодня победить, чтобы взять все, взять деньги и, чтобы, ну, стать сильнее. Ну, во-первых, сегодня день города. И хотелось бы показать хорошие результаты, обрадовать тренера, папу и, в общем, семью. Победители ждали приятные сюрпризы от организаторов. Детей ждут денежные призы плюс грамоты. И будет оцениваться самый младший участник сегодняшнего турнира. Я хочу поблагодарить вас, в первую очередь, за участие в данном турнире. И те, кто проиграли сегодня, не надо расстраиваться, у вас еще впереди победа. Так что вам всем крепкого здоровья. Это самое главное. Потому что последний год показал, что без здоровья нет будущего ни у кого, независимо, какого возраста вы. В возрастной категории до 10 лет первое место заняли Евгений Дьяков и Софья Коноваленко. А в категории старше 10 лет первое место занял 9-летний Владислав Кендигелян, который участвовал в старшей категории за неимением достойных соперников младшей. А среди девочек первое место заняла старшая сестра Влада Анна Кендигелян. Турнир был организован при Марии города Басарабяска. Для тех же, кто любит более активные виды спорта, на стадионе «Локомотив» в день города был проведен футбольный турнир. Если хочешь узнать, кто держал в нем победу, то обязательно посмотри этот сюжет. В честь дня города Басарабяска на стадионе «Локомотив» прошел турнир по футболу, организованный городской премарии. В соревнованиях приняло участие 6 команд, 4 детские и 2 взрослые. Все игроки выкладывались на полную. Мы были сильны в том, что играли на пасы, а были слабы в том, что давали проходить в зону. Мне понравился сегодняшний турнир и вообще то, что в нашем городе проводится футбольное мероприятие. Юных спортсменов пришли поддержать и их родители, и друзья. Я болею за команду с первой школы, так как учусь в ней и верю, что она выиграет, и там лучший тренер. Ну, за «Локомотив», там играет моя дочка, конечно, за меня. Я болел за восьмую команду. Мой участок как раз в микрорайоне «Фламенда». Победу одержали две команды младшего звена и одна старшего. Тренеры остались довольны исходом турнира. Ну, наши ребята, нельзя сказать, что были намного сильнее, просто нам сегодня повезло больше. Так играли обе команды хорошо. И участники соревнований, и болельщики уверены в том, что подобные турниры очень важны для спортсменов. Эти соревнования должны проводиться чаще для развития спорта. И плюс в нашем городе всегда был футбол, поэтому мы будем поддерживать эти традиции и продолжать устраивать такие турниры. Важно проводить соревнования, чтобы не сбрасывать форму. По моему мнению, хоть раз в месяц, чтобы видеть, как продвигается и как улучшаются команды, да, и чтобы был интерес у молодежи, у детей. Ну, хотелось бы чаще, но в условиях пандемии, наверное, не получится, но хотелось бы чаще. Вы знаете, не мое мнение, это я вижу по реакции детей. Они полны энергии, они очень хорошо воспринимаются. И я думаю, что надо почаще такие мероприятия делать. Ну вот и подошла к концу нашей передачи. Надеюсь, вам было интересно. Если вы еще не поставили лайк и не написали комментарий, то обязательно сделайте это. Подписывайтесь на нас в Instagram и Facebook и следите за нашими публикациями. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok